Это замечательная Олимпиада, которая началась, когда группу людей, придумавшись в Союзную Олимпиаду, с этой самой Олимпиады выдвинули. Ну, такое бывает часто, когда изобретатели чего-то, что называется, накручают от их же тела, но люди эти были талантливые, там, скажем, соединив был Васильев Николай Борисович, гениальный человек. Там были, ну, в общем, не буду перечислять, но было бы лучше, как раз были. И они решили, заметьте, в советские времена, когда еще никакого интернета не было и так далее, они решили устроить Олимпиаду, которая будет проходить в разных городах, а проверять будут в одном месте. И по одним и тем же задачам. Назвали это турнир городов. Мне всегда нравится историю построения турнир городов тем, что в первый год это было бы у них всего лишь двух городов, а именно Москва и, сейчас это называется, Петербург, когда Ленинград. Они посадили в одном городе класс, даже не класс, а меньшую часть класса. И в другом городе тоже посадили класс. И международный он был потому, что один из авторов задач был не из Москвы и не из Петербурга. И все равно не хватило надпись на название международной турнир городов. И он действительно стал таким, как корабль назовется, так он поплывет. И замечательная Олимпиада, она не в Москве проходит два раза в ход. В Москве она немножко пересекается с Московской городской Олимпиадой. В общем, ребята, действительно тысяча задач, в общем, вполне замечательных, возникли. И давайте несколько из них мы сейчас с вами решим разберем. Соответственно, вы увидите, для чего же это замечательная задача. Поехали. Такая задача. Есть у нас угол, расчерченный на единичные клетки. Ну, просто прямые, вот так вот, самые обычные. Бесконечный вправо и бесконечный вверх угол. Вначале стоят фишки шесть штук. Разрешенная операция. Стереть фишку и вместо нее, над ней и справа от нее, поставить две фишки. Ну, давайте я сейчас в это поиграю. Стер, поставил. Здесь стер, здесь поставил. Стер, поставил. Стер, поставил. Ситуация понятная? Да. Замечательно. Задача. Можно ли добиться, чтобы через некоторое время, вот все места, на которых вначале были фишки, оказались бы свободны от фишек. Ну, давайте я посмотрю. Скажем, вот сюда поставим. Эту убрал. Например, убрал вот эту. Так, что-то, смотрите, я убрал всего несколько фишек, а стало уже очень много. Но это, конечно, не страшно. Я могу вот так сдвинуть. Я могу вот так сдвинуть. А при стирании, может ли, но вновь вы ее не запишите, что если за это могут? Нет, конечно. То есть, когда у вас... Скажем, я сейчас не могу это стирать. Я могу вот так сделать, после этого я могу сделать так, и только после этого я могу сделать вот так. Понятная идея? Да. Вот, ну, я повторяю, что вначале у меня 6 фишек вот на этих полях. Вначале здесь везде были фишки. Вопрос, удастся ли мне когда-нибудь освободить всю доску? Вот, когда глядишь на эту картинку, есть ощущение, что не всю доску, а всю исходную, всю исходную часть доски. Давайте посмотрим, скажем, если потребуется, чтобы стояли не 6 фишек, а если бы стояли 5 фишек. Интересно, можно или нет в таком случае. Или еще лучше 3 фишек. Вот давайте посмотрим. Вначале стояли 3 фишки. Удастся ли эту область от них полностью освободить? Да. Ну, посмотрим. Убрали. Теперь эту фишку украли. Эту убрали. Эту убрали сюда. Ну, пока не освободил. Пока не освободил. Продолжаю нашу туры. Так, убрал вот так. Убрал вот так. Эту убрал сюда. Эту убрал сюда. Так, что-то мне не нравится. Эта деятельность. Ребята, убрал сюда. Убрал сюда. Убрал сюда. Что ж это издевательство такое? Слушайте, хотя бы эти 3. Освободите доску из 3 клеток от 3 расположенных там фишек. Это уже будет большое достижение. Почему? Нет, секунду. Невозможно вот это или невозможно вот это? Для шестерки. Нет, а для тройки? Понимаете? На самом деле было бы очень интересно, если бы мы даже для тройки не понимали. Потому что понимаете, что если нельзя решить задачу для тройки, то тем самым нельзя решить ее и для шестерки. Что же, скажем, если сюда уйдет? Да что ж это делать, да? Нет, чтобы более мелко. У меня просто они накопились в каком-то окохом количестве здесь. И непонятно, куда их девать. Ну, пока они... Ну, пока они... Нет, ну хорошо, я могу вот это убрать сюда, пожалуйста. Я после этого могу убрать вот это, тоже, пожалуйста. Ну, а понимаете, что мне делать вот с этим? Что далеко-далеко и проводить. Что? Что далеко-далеко и проводить. Далеко-далеко и проводить, да. То есть, ребят, вопрос. В принципе, как можно пытаться, но нужно предложить какой-либо способ доказывать, что это нельзя сделать. То есть, понимаете, здесь, конечно, вот их много. Видно, что эти лишние клубятся, клубятся, клубятся. Здесь, когда мы начали с этих трех, видно, что они тоже клубятся. Но, извините, как это превратить в точные математические слова, непонятно. Что будем делать? С помощью уравнения. Что? С помощью уравнения. Уравнения чего? Здесь вроде никаких чисел вообще нет. С начального количества этих точек. Каждый раз количество точек увеличивается на одну. Ну и, нет, надо же как-то учитывать положение этих точек. Надо учитывать места, где они расположены. Потому что, ну, количество точек будет возрастать. Но надо как-то сказать, что вот они, вот это слово клубятся, да. Я по-другому не могу сказать. Как это превратить в точные математические слова? Так, господа, у кого-нибудь есть идея? Может, в точные математические слова? Да. Он посмотрит строчку в самой левом и в самой левой полкетке. Да, и что? Там придется по две фишки. Посмотреть... Нет, ну это правда, что там все время будут две фишки. Ну просто потому что это не меняется. Но, а почему по этим двумым фишкам постепенно не уйти сюда и сюда? Я думаю, это еще угодить вторую миссу и вторую... Нет, ну смотрите, я же могу на самом деле что-то же я могу. Я могу вот это убрать сюда. Я могу потом вот это убрать сюда. Я могу это убрать сюда. Легче кого-то не стало. Ну, ребят, давайте подумать. Вообще, эта задача была самая последняя в варианте. Действительно, самая тяжелая. По-настоящему самая тяжелая. И ее решение на самом деле в высшей степени неожиданное. Господа, решение этой задачи состоит в том, чтобы расставить числа. Давайте я нарисую заново картинку. И на этой картине я расставлю сейчас числа. Каждый углет я напишу какое-то число. Павило у меня будет очень простое. Я хочу, чтобы во время операции сумма чисел не менялась. Это означает следующее. Что если у меня здесь написано число, то на 1 будет написано в 2 раза меньше. И, соответственно, справа от него будет тоже написано в 2 раза меньше числа. Итак, поехали. Здесь единица. Здесь 1 вторая и 1 вторая. Здесь четверть везде. Здесь 1 восьмая. Идея понят? Да. Здесь 1 восьмая. Здесь у меня будет что написано? 1 шестнадцатая. 1 шестнадцатая. И так же без краличности. Да. Здесь 1 шестнадцатая. Там 1 тридцать вторая. И так далее, и так далее, и так далее. А вот дальше я задаю себе простой вопрос. В начале... В начале... Так, я тут все-таки удержаю. Вот эту я еще прошу, она проще. Когда шесть чисел. В начале у меня где стоят фишки? Отмечаю это место. Фишки у меня в начале стоят под жирный риск. То есть, сумма чисел такая. 1, дальше 2 раза по 1 второй, и 3 раза по 1 четвертой. То есть, получается 2 целых 3 четвертых. Это в начале. А мы хотим, чтобы фишки оказались бы за пределами аризона. Так что, теперь надо сделать такую штуку. Надо же суметь посчитать, чему будет равна сумма в каждом столбике. Ну и потом, естественно, сложить все эти столбики. Поехали. Кто знает, чему равна сумма? 1 восьмая, 1 шестнадцатая, 1 тридцать вторая и так далее. Тридцать чего? Семь. Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая. Абсолютно верно. Это одна четвертая, конечно. Для тех, кто это ни разу не видел, давайте я на всякий случай запишу это множество. Господа, если взяк отрезок длины один, то он состоит из своей половины, из половины половины, из половины половины половины, ну и так далее. Мы каждый раз двигаемся на вторую, и получается, что верно такое разинство. Одна вторая плюс одна четвертая плюс одна восьмая плюс одна шестнадцатая плюс и так далее, и так далее. Это единство. Отлично. Отлично. Значит, здесь соответственно одна четвертая. Фиксируем. В этом столбце одна четвертая. Так, здесь у нас сколько будет? Одна восьмая, одна шестнадцатая. Чего чего? Одна четвертая. Тоже одна четвертая. Я рад за нее. А здесь? Тоже одна четвертая. А здесь? Одна четвертая. А здесь? Одна восьмая. А в следующем? Одна шестнадцатая и так далее. Так вот, господа, начиная с одной четвертой и так далее, это будет что сумма? Одна вторая. Осталось понять следующую штуку. Что взяв три раза по одной четвертой и прибавив к этому одну вторую, вы получаете ответ меньше, чем 2,3 четвертой. В начале наши шесть фишек стояли на порядке и сумма равнялась 2,3 четвертой. Мы хотим, чтобы они все оказались бы за пределами, но тогда сумма будет равна 3,4 четвертой. Это меньше, чем 2,3 четвертой. Значит, задача решена. Между прочим, это очень красивая идея. Мы сумели приспособить числа к доказательству факта, который, казалось бы, ни к каким числам вообще никакого отношения не имеет. А сейчас, несколько минут, сами порешайте вот эту задачу. Поле, которое 3,4,5,2. И все остальное, 0,2,2. Так, мы можем сообразить, сколько... То есть вы хотите вам шаг, да? 1,1,2,1,2. Это 2. Да. Так, а все остальное поле, это мы считали. Вот 3 четверти, 1,2 рассчитали. А теперь надо понять, что к этому еще добавится. К этому еще добавится 3 четверти. Правильно. 3 четверти или 3 четверти, это... Полтора. Полтора. Полтора и половина, это 2. Ох ты, здесь красивая ситуация. Здесь, на всем оставшемся поле, на всем поле, кроме вот этих вот трех полей, сумма чисел равна чему? 2. И на этих трех полях сумма чисел равна 2. Вопрос, почему никогда не сумеем освободить эти 3 поля? Конечно. У нас нет возможности сделать бесконечное количество ходов. На любой конкретный момент, в любую секунду, мы сделали, например, миллион ходов. Ну, замечательно, у вас примерно миллион клеток запутан. Но бесконечное количество клеток вам не удастся заполнить никогда. Идея понятна? Идея понятна. Отлично. А теперь вернемся все-таки к задаче, которая была на Олимпиаде. На Олимпиаде была речь не об этих трех клетках, а на Олимпиаде постановка задачи была вот какая. Представьте себе, что у вас есть та самая клетчатая доска, а дальше то же самое, и в начале фишка, одна фишка, стоит в левом нижнем углу. Можно ли несколькими нашими операциями сделать, чтобы свободной от фишек оказалась бы вот та самая зона? Нельзя. Нельзя. Почему? Потому что, повторяю, в начале одна фишка, а не шесть. Нет, решайте. Я, кстати, хочу, чтобы вы посмотрели, я понимаю, что все, потому что скорость, но делаем вычисление. Но, к сожалению, у нас сейчас ничего не получится вычисление. Поехали. Итак, в начале у нас фишка стоит здесь. Так что, в начале чему равно число? Единица. Отлично. В начале число равно единица. Теперь надо рассчитать сумму всех чисел, которые расположены за пределами этой нашей области. А, по-моему, мы ее рассчитали. Сколько там получилось? Одна целая. Сколько? Одна целая, одна четвертая. Одна целая, одна четвертая, да? Ну, давайте, когда надежность, я еще раз посчитаю. Значит, здесь вот у меня единица, одна вторая, одна четвертая. Здесь начинается с одной восьмой. Поэтому в этом столбике сумма будет равна чему? Одной четверти. Здесь начинается то же самое с одной восьмой. Поэтому сумма будет равна тоже одной четверти. И здесь начинается с одной восьмой. И здесь начинается с одной восьмой. Значит, сумма все время равна одной четверти. Здесь дальше сумма пойдет одна восьмая. Дальше пойдет одна шестнадцатая. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, сумма вот этих чисел, начиная с одной четвертой бесконечности. А нет, зачем? Начиная с одной восьмой бесконечности, сумма равна одной четвертой. Все. А здесь у меня еще, еще четыре четвертых. Вы правы. Сумма получается пять четвертых. Казалось бы, казалось бы, неравенство верное. А значит, что у нас ничего не получилось. Господа, значит, у нас здесь сумма равна единице. Вот в этой фишке число равно единице. А во всей внешней доске сумма равна пяти четвертой. То есть противоречия нет. Тем не менее, если крепко-крепко подумать, то противоречие получить можно. Количество фишек вот в этом столбике никогда не меняется. Посмотрите. Вот эта фишка исчезла, получились эти две. Эта фишка исчезла, получились эти две. Но здесь все равно одна фишка. Правильно ли? При любых наших операциях в этом столбике будет только одна фишка. Поэтому я имею право написать здесь не одну четвертую, а сколько? Одну? Одну. Из этих чисел не все слагаемые, а одну восьмую, конечно. То есть, понимаете, не может быть здесь все заполнено фишками. Только одна максимум клетка. Хорошо. И теперь вот из этих чисел на самом деле, какое число можно, ну, тоже не более, чем одно число берет. Согласны? Значит, здесь я оставляю, а вот эти числа я могу зачеркнуть. Поэтому вместо одной восьмой я напишу здесь одну шестнадцатую. И вместо одной шестнадцатой напишу одну тридцать вторую. Ребята, в общем, нужно быстро такую леч resonated. Одна восьмая, одна четвертая, одна четвертая, одна четвертая, одна шестнадцатая, одна тридцать вторая. Одна шестьдесят четвертая. Одна сто двадцать восьмая. и так далее давайте подумаем чему равна эта сумма? 1 восьмая сколько будет 1 восьмая и 1 восьмая? 1 четвертая и еще вот эти 3 четвертые это будет единица а вот теперь очень важная вещь сумма этих чисел конечно единица но поскольку не все могут быть заполнены то есть не может быть бесконечное количество заполнено то мы все-таки получаем неравенство что 1 меньше чем 1 боюсь что мы не успели последить давайте я еще раз расскажу идею решения значит господа еще раз есть у нас клетчатый такой угол при этом в нем в этом клетчество углу мы расставляем числа в левом мы смешиваем единицу потом 1 вторая 1 вторая четверть 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 и так далее после этого говорим простую вещь что на вертикальной линии максимум 1 клетка будет в любой момент поэтому сумма не больше чем 1 восьмая на следующий год все что угодно дальше все что угодно и вот из этих чисел тоже заполнены не больше чем 1 клетка но наибольшее число здесь поэтому здесь напишем а остальные уберем потом считаем в каждом столбце ну и у нас все получается хорошо теперь в качестве контрольного вопроса по этой задаче пожалуйста ответьте мне на такие на такие вопросы которые n пробегает всевозможное значение от единицы до бесконечности ну то есть что это такое это одна вторая две четвертых две восьмых четыре шестнадцатых шесть шестьдесят четвертых семь сто двадцать восьмых и так далее до бесконечности беру одну вторую и ставлю ее в угол там мы ставили одну единицу сейчас я ставлю одну вторую согласитесь ничего страшного дальше я вот сюда пишу одну четверть сюда одну четверть вы согласны что если смотреть в таком направлении то получается как раз две четверти да а здесь я напишу что одну восьмую конечно и это и будут те самые три восьмые хорошо а здесь я напишу одну шестнадцатую четыре раза да 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 будет четыре шестнадцатых а у меня так и должно быть ребята смотрите я расписал вот эту вот сумму я расписал вот эту вот сумму каким образом чтобы слагай как каждое вот так вот разошлось а теперь считаю по столбцам в этом столбце сколько будет один в этом одна вторая в этом ну и так далее бесконечности и чему равна сумма теперь 2 совершенно верно отлично здесь получился ответ 2 на самом деле нам уже кто-то говорил что здесь будет ответ одна вторая единственное он отказался это доказывать может быть кто-то уже сумеет объяснить почему сумма чисел одна третья одна девятая и так далее почему эта сумма равна одной второй я придумал я придумал давайте-ка я нарисую такую картинку я беру отрезок помните как я объяснял почему одна вторая плюс одна четвертая плюс одна восьмая и так далее по единиц было? да замечательно а вот я сейчас попытаюсь также рассказывать про одну вторую следите за руками я сейчас беру и откладываю отрезок длины одна треть кто знает какой отрезок остался подождать подождать вы еще не понимаете господин уже он без этой длинки не может прожить так успокойтесь так внимание всем я взял отрезок длины одна вторая я у него отрезал одну треть получился остался отрезок одна шестая теперь я здесь отрезаю сколько я здесь отрезаю? одну девятую скажите пожалуйста сколько останется здесь? одна восемнадцатая так от одной шестой отнимаю одну девятую одна шестая давайте рассчитать действительно восемнадцатую это будет две восемнадцатые две восемнадцатых а это три восемнадцатых останется одна восемнадцатая вы абсолютно правы догадайтесь что это будет походу если форму написать? когда я отрежу одну двадцать седьмую то останется что? одна пятьдесят четвертая одна пятьдесят четвертая вы не понимаете что каждый раз остается в три раза меньше чем было? давайте я это запишу форму если в некоторый момент у меня имеется отрезок такой вот интересной длины длина у него будет не одна вторая а в сколько-то раз меньше чем одна вторая я его отрезаю опять не одну треть а в сколько-то раз меньше чем одна треть в такое же количество раз то тогда у меня останется вот этот вот отрезок какой интересной длины длина у него будет очень простая единица разделить на шесть раз в три степени в общем так напишу формулу если на три степени все это умножить то это будет одна вторая это третья часть плюс шестая часть а это вы точно знаете вот таким образом если я буду идти по отрезку в этой точке то к этой точке я каждому шагу буду приближаться ровно в три раза чем плохо рассуждение которое я сейчас вам рассказал тем что число 1 2 взято откуда-то совершенно непонятно то есть конечно замечательно что у меня тут что-то красиво получилось но залучивать его доизусть абсолютно не править ясно что должно быть какое-то более понятное более разумное рассуждение оно есть для того чтобы его придумать на самом деле нужно знать вот какую штуку нужно уметь вычислять сумму не до бесконечности а уметь вычислять сумму вот какого-то конечного куска давайте я это напишу значит так одна треть одна девятая одна двадцать седьмая и так далее и так далее единица зеленая на три степени n давайте я обозначу увеличенную букву x вопрос кто из вас умеет как-то более коротко без знака многоточия писать эту самую букву x в математике это называется кто умеет заходить сумму геометрических так далее и у нас в этой ручке одна треть эта одна девятая одна двадцать седьмая одна versteck первая какая-нибудь и единица деленное на три степени n Как попросту найти такую сумму? Должен же быть способ. Не слышу? Оказывается, надо умножить х на 2. Смотрите, это удивительно простая вещь, когда обязательно надо запомнить прием, потому что он очень простой и очень красивый. Надо не побояться написать, чему равно 3х. Пишем. Одна треть во что переходим? Один. Одна девятая во что? Одна треть. Одна треть. Вы абсолютно правы. Одна двадцать седьмая. Одна девятая. И так далее, и так далее. Единицы делить на тридесятые гнины, это будет единица делить на тридесятые гнины. Ребята, а сейчас смотрите, что у меня есть. Вот эти числа равны, эти равны, вот эти тоже равны. И вот это. У меня 3х отличается от х очень просто. Здесь есть лишняя единица, а вот здесь в конце не хватает этого слагаемого. Значит, я могу написать такую штуку. 3х минус один. То есть я переношу единицу вот в эту часть. 3х минус один, это будет вот это. Согласны? 3х минус один, это будет вот это. Так что же это будет такое? Это на самом деле х без единственного, последнего слагаемого единицы делить на тридесятые гнины. Заметьте, вот в этом уравнении уже ни одного многоточек. Значит, я могу теперь спокойненько на х обе части уменьшить, и у меня получится такая же. Минус единица делить на тридесятые гнины, это 2х минус один. Ну и окончательно, единица минус единица деленная на тридесятые гнины, это 2х. Господа, я получил замечательный ответ. Чтобы найти величину х, надо из единицы вычесть единицу деленную на тридесятые гнины, и все это разделить на 2. Вот он ответ задачи. Давайте я его сюда перепишу. Давайте я его сюда перепишу. Итак, это есть единица минус один делить на тридесятые гнины, и все это в полу. Ну а теперь вообще все очевидно. Когда n стремится к бесконечности, то вот это стремится к нулю. Вычитаем и стремится к нулю, значит остается только одна вторая, как мы и написали. Отлично. Кто теперь сможет нам решить последнюю задачу? Одна третья, плюс две девятых, плюс три двадцать седьмых, хотя бы. На самом деле прием для ее решения уже был рассказан сегодня. Надо просто не побояться. Надо просто не побояться. Один к одному повторить. Один к одному повторить. Один к одному повторить. Расчерчиваю таблицу. Наверное, вы уже понимаете, что я сюда пишу одну треть. Так, сюда я пишу одну девятую. Сюда я пишу что? Одну двадцать седьмую. Следующую что пишу? Одну восемьдесят первую. Одну восемьдесят первую. Все понимают, что у меня реально получается та самая сумма. Это если смотреть вот так вот, да? Если смотреть таким косым дождем, то получается та самая сумма. А теперь я герой говорю, что в столбце на сумму узнаем. Чему равна сумма в столбце? Сюда третью. Один. Одна вторая. Одна вторая. Мы ее только что считали. А вот это все числа в три раза меньше. Поэтому это будет один делить на 2, то есть одна шестая. А дальше будет один делить на 2,3 в квадрате. А дальше 1 делить на 2,3 в кубе. А дальше 1 делить на 2,3 в какой? Редактор. В четвертой и так далее и так далее и так далее. Ну так, господа, все просто. Если 1 вторую вынести за скобку, то получается такая сумма. Здесь получается 1 плюс 1 треть, плюс 1 девятая, плюс 1 двадцать седьмая и так далее до бесконечности. Но эту сумму мы знаем, это 1 плюс 1 вторая, там начинается 1 третья, будет 1 вторая. Значит результат это будет 3 вторых, ну и пополам еще будет 3 четвертых.